Здравствуйте! Как всегда в это время мы расскажем о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Помощь покорельцам нуждается в доработке. Часть пострадавших оказалась выкинута из списков на бесплатное жилье. Пол предпрезидента намерен поднять проблему на федеральном уровне. Юбилей главного закона Хакасии отметили торжественным собранием. Высказаться о роли Конституции пожелали депутаты, сенаторы и члены правительства. Приговор как шанс на новую жизнь. Наркоманам, попавшим на скамью подсудимых, предлагают не тюрьму, а больницу. В нем когда-то были банк, кинотеатр и кафе, а в будущем откроется колледж искусств. Легендарный дом Вильнера в Минусинске наконец дождался реставрации. Все проблемы погорельцев, которые могут остаться вне списков на помощь государству, будут решаться. В этом заверил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном огруге Николай Рогожкин, который на этой неделе побывал в республике и лично осмотрел ход работ в пострадавших территориях. Чуть позднее о сути проблем, с которыми столкнулись люди. А сейчас покажем, что увидел полпред и чем остался недоволен. Ровно две недели назад в Шира на месте почти 400 сгоревших квартир было залито всего 4 фундамента. Сегодня ситуация почти не изменилась. Сейчас у нас готовых два фундамента. То есть один выложен из блоков, уже начали строительство дома. Второй залили фундамент. Три у нас готовые к приему бетона. Стены возвели только лишь в одном доме. Причины таких темпов работ и строители, и власти видят лишь в одном. Участки под застройку бригадам передаются слишком медленно. Одни сельчане еще восстанавливают свои права на землю, другие не могут определиться, где им жить. На старом месте или в новом микрорайоне Иткульский на въезде в Шира. Здесь изначально планировалось возвести 72 дома по количеству поданных заявлений. Но потом люди передумали, и теперь их число сократилось до 36. Понимая, что это сильно тормозит процесс, полномочный представитель президента раскритиковал местные власти за работу с погорельцами. Вы один раз человеку должны предложить, да, да, нет, нет. Идет он в новый район, идет, или остается в старом районе. Все. И больше с ним разговор не вести. Понимаете, они утром проснулись, у них другие мысли. Им дети позвонили откуда-то, у них третьи мысли появились. Мы же не можем так варьировать. Мы и строители подводим, и сами подводим. Нам самим надо организоваться. Понимаете, мужики, это беззубость. Уже давным-давно мы должны были собрать заявление. Мы прямо с дымом вытаскиваем людей, заставляем писать заявление. Все за людей делаем. Закругляйте сегодня заявление. Пришел, пришел, не пришел, не пришел. Таким и закрывайте. По итогам поездки в Шира полпред провел совещание в Абакане, на котором прошел полный разбор полетов. Темп работ необходимо ускорить, заявил Николай Рогожкин. Для чего строителям популярно объяснили, работать надо круглые сутки, несмотря на отсутствие договоров с властями. Полпред еще раз дал гарантии того, что вся работа будет оплачена. Кроме того, представитель президента поручил правительству Хакасии более плотно работать с населением, которое жалуется на то, что чиновники не всегда разъясняют им, как идет восстановление жилья. В целом, все направления работы и узкие места Николаю Рогожкину понятны. Наша цель была приезда сегодня не то, чтобы приехать построжить, а чтобы вместе еще раз оценить и внести кое-какие коррективы. В частности, был более глубокий детальный разговор со строительными компаниями, которые вышли на подряд в выполнении этих задач. Был разговор конкретный с руководителем, в частности, в населенном пункте Шира. Ну и здесь присутствовали коллеги из других регионов. Поэтому я полагаю так, что все поняли, уяснили задачу. Я благодарен Николаю Евгеньевичу опять беру инициативу помочь нам на определенном уровне решать. У нас есть дети, которые с приемных семей, там проблемы, вернее, семьи, да, с приемными детьми. У нас есть семьи многодетные. Мы по постановлению федеральному не можем им дать выполнить тех условий. Сегодня тоже обсудили эти вопросы. Николай Евгеньевич, как правило, что председатель президента Федерации, берет на себя в части того, чтобы нашу инициативу защитить, пройти в Москве с ними. В то же время республика тоже на себя берет обязательства в этой части, потому что, ну, есть вещи, когда закон федеральный не успеет за нами к осени. Много таких стыковочных вопросов, которые обсуждались сегодня на совещании. А то, что оценка, темпы. Темпы пока слабые. Правда. Желали лучшего. Я надеюсь, что мы выполним в следующем приезду, когда мы сейчас развернем другие уже формы работы, темпы другие. Стыковочных вопросов действительно нужно решить немало. Так, кроме приемных детей и многодетных семей, есть другие категории погорельцев, которые по разным причинам не включены в списки пострадавших. Вопрос необходимо решать на федеральном уровне. И Николай Рогожкин заверил, что обратится к руководству страны за помощью. 5 тысяч человек оказалось в зоне бедствия. И всем было обещано выстроить новые дома. Но когда дело коснулось реальной работы, стало очевидно, однозначно решить вопрос не получится. Ни одно постановление правительства не может учесть всех жизненных обстоятельств. И чем дальше развивается история с погорельцами, тем сильнее болит голова у чиновников. Часть пострадавших рискуют остаться без денег и бесплатных домов. И именно ради них необходимо менять постановление на федеральном уровне. Некоторые примеры смотрите далее. За бортом большой стройки остаться страшно, но вполне реально. У Марии Бородулиной в деревне Дмитриевка сгорел дом, в который она вложила все, что накопила к пенсии. В Саиногорске на ней числится старенькая двушка. В свое время женщина оставила квартиру детям, а сама переехала на землю. И так как официально на ней уже есть одна собственность, в строительстве нового жилья женщине отказано. Сын жил на квартирах, поэтому мы пошли с мужем на пенсию и решили здесь жить. Вот купили здесь дом и жить. Я привезла маму, труженик тыла, ей 87 лет. И вот они вместе, она видела, как тут горели. И теперь у меня, то что у меня там есть двухкомнатная квартира, там 40 квадратов, мы должны там 7 человек проживать. В суде, ну, только мы сейчас дали исковое заявление, нам помогли вчера заполнить. А так, ну что, говорят, откажут. На другом конце республики, в отчаянии, бывший директор школы в селе Трошкино Виктор Иванович оформил внучке дарственную на свой дом и официально собственником не является. У внучки есть свой угол, так что ей новое жилье тоже не положено. Пенсионер и один из самых уважаемых жителей села теперь может рассчитывать только на гуманность суда. Я покинул дом, в чем был, ничего больше нет. Все сгорело, все книги, инструменты. Говорят, теперь суд должен дать некий документ, чтобы получить право на новый дом. Сколько семей, столько ситуаций. Одну из них озвучили на сессии Верховного Совета. Житель Баградского района обращается за помощью. Он жил в Первомайском, а потом решил с женой и ребенком переехать в Алтайский район. Уже договорились о продаже старого дома, как случился пожар. Перед продажей дома жена с ребенком выписались и прописались в Алтайском районе у родственников. Он, ну, фактически уже договорился о продаже и буквально даже 14 числа должны были с ним расплатиться. Дом сгорел. Соответственно, сейчас, если ему будут строить дом, то, получается, прописан он один. Если регистрации нет для собственников, для собственников, вернее, для членов семьи, они не включаются в этот список. Но право на судебную защиту у них есть. То есть, конечное решение проблемы теперь зависит от позиции судов, которым предстоит найти золотую середину между требованиями закона и обстоятельствами погарельцев. Глава Хакасии Виктор Зимин, который побывал на этой неделе в Бейском и Алтайском районах и выслушал там немало жалоб от пострадавших, дал поручение правительству проработать вопрос и по возможности найти выход из ситуации. Прокуратура обещает следить за тем, чтобы права пострадавших семей ни в чем не были ущемлены. Надзорники готовы предоставить им бесплатную юридическую помощь. Необходимо сказать, что законодательство в данной сфере очень сложное, как на уровне федеральном, так и региональном. Поэтому органы прокуратуры в каждом конкретном случае будут тщательно разбираться, будут оценивать все доводы, приводимые как в обращении, так и устанавливать фактические данные. И по результатам проверки, если будет наличие, то обязательно будет обращение в судебный орган. В среду на сессии Верховного Совета были утверждены изменения в бюджет, связанные с поступлением более 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий массовых пожаров. Но это федеральные деньги, а вот что касается республиканской казны, то она нуждается в собственных пополнениях. Как нам стало известно, правительство планирует взять очередной кредит. Минфин Хакаси обратился в Минфин России с просьбой о бюджетном займе. Вот что сообщил об этом глава ведомства Семен Аешин. Мы как раз сейчас готовим обращение Минфин России, описывая всю эту ситуацию, этот ущерб. И на сегодняшний момент в федеральном бюджете предусмотрено выделение субъектом только бюджетных кредитов, никаких иных средств не предусмотрено, и мы будем обращаться. Нам предварительно уже 852 миллиона рублей в виде бюджетного кредита. Кредит мало процентов, ну целых одна десятая. Но мы с учетом того, что возникла у нас такая чрезвычайная ситуация, обращаемся к тем, что под нулевую ставку нам предоставили этот бюджетный кредит. И, соответственно, после рассмотрения и принятия решения мы будем вносить также изменения в бюджет именно в части финансирования этих мероприятий. При этом, заверил глава Минфина, республика четко исполняет все обязательства по майским указам президента. В частности, это касается зарплат бюджетников. Прокомментировал Семен Аюшин и уголовное дело, возбужденное против него в прошлом месяце. Главу ведомства обвиняют в том, что он не по назначению потратил федеральные средства, выделенные на строительство перинатального центра. Все на местах, все работаем. Проводят сейчас следственные действия. Конечно, мы отвлекаемся на них, даем пояснения, разъясняем. Ну, как мы и ранее уже заявляли, мы, в общем-то, действовали в рамках бюджетного законодательства. Просто есть некое, как я считаю, недопонимание у следственных органов. Ну, надеюсь, они разберутся. В эфире «Вести Хакасия» события недели, и мы продолжаем. Амнистия помогла двоим фигурантам дела об аварии на Сайна-Шушинской ГЭС избежать заключения. Во вторник Верховный суд Хакасии рассмотрел резонансное дело в связи с тем, что обвиняемые обжаловали ранее вынесенный приговор. Целый ряд менеджеров во главе с бывшим директором станции Николаем Неволько были осуждены в среднем на 5,5 и 6 лет заключения. Для большинства наказание осталось прежним. А вот те, кто получил наименьшие сроки, выйдут на свободу. Это бывший начальник службы мониторинга оборудования Александр Матвиенко и инженер лаборатории технической диагностики Александр Клюкач. Решение связано с объявленной амнистией в честь 70-летия победы, но оно не освобождает от судимости. И о другом судебном решении, на первый взгляд парадоксальном. Вместо тюрьмы – лечение. К такому наказанию могут приговорить наркоманов. Закон действует практически год, и за это время суды Хакасии отправили на принудительное лечение двух жителей Черногорска. Оба осуждены за хранение наркотиков. От интервью они отказались, но известно – первый лечебный приговор был вынесен девушке из Черногорска, употреблявшей опий. По словам медиков, сейчас осужденная находится в стадии ремиссии. Вторым, кого отправили не в тюрьму, а в наркодиспансер, стал молодой человек, также из города Угольщиков. Терапию они проходят в республиканском наркологическом диспансере на тех же условиях, что и обычные пациенты. Подход у нас к ним такой же, как и к обычным пациентам. Мы соблюдаем все порядки и оказание наркологической помощи должно быть максимально приближено к месту жительства. Независимо от того, принудительного его направили, либо он сам добровольно пришел, в первую очередь эффективность лечения зависит от мотивации самого потребителя бросить наркотики на всю оставшуюся жизнь. Если осужденные нарушат режим и пропустят хоть один день лечения, то они отправятся за решетку для отбывания реального срока. Тот же финал ждет их, если они снова попадутся на употребление зелья. Пока ни один из осужденных по новой схеме не замечен в нарушениях решения суда. Можно сказать, им повезло. Государство за свой счет пытается вернуть их к нормальной жизни. У новшества были и свои противники, однако эксперты уверены, борьба с наркоманией не может вестись только репрессивными мерами. Нынешняя политика государства именно всеми способами постараться общими усилиями не только нашими правоохранительными органами и судебной власти, а именно всех министерств и ведомств. Потому что сейчас разворачивается у нас в целом очень большая кампания по созданию реабилитационных центров. Хоть и говорят, что бывших наркоманов не бывает, но бывает ремиссия длиной жизни. То есть человек отказывается, осознательно отказывается от своего вот этого дурного пристрастия и живет с этим, и живет, и создают семьи, нормально работают. ГТРК Хакасия начинает новый проект, посвященный юбилею Великой Победы «Улицы героев». Наши корреспонденты расскажут о героях войны, в честь которых названы улицы в республиканских городах и селах. Отмечу, что проект межрегиональный и участвует в нем 79 городов России. И первая его серия посвящена улице Маршала Жукова. Это одна из более чем трехсот улиц Абакана, чем-то даже неприметная. Большую часть улицы Жукова занимают частные дома, магазины, административные здания. Здесь встретишь нечасто, да и центрально ее назовешь вряд ли. Впрочем, изюминка кроется в самом названии улицы имени Георгия Константиновича Жукова. О его биографии сняты фильмы и написаны книги. Советский маршал – один из немногих, кому поддалась азбука войны. Он внес огромный вклад в победу над фашизмом. В конце концов, именно под командованием Жукова проходило взятие Берлина. В России сотни, а то и тысячи улиц, сейчас названы в честь него. Кстати, в Абакане улица Жукова носит это название меньше 20 лет. Сведения о переименовании улицы маршала Жукова хранятся у нас в документах Совета депутатов города Абакана в муниципальном архиве. В муниципальном архиве среди тысяч документов хранится тот, который расскажет. Нынешней улице Жукова до второй половины 30-х годов прошлого века в принципе не существовало. Затем появилась Шолохова, а позже переименована в 40 лет октября. И лишь в середине 90-х к столетию маршала улица получила нынешнее название. 26 ноября 1996 года, учитывая обращение ветеранов войны и Совета министров Республики Хакасия решением Абаканского городского совета депутатов, улица 40-летия октября была переименована на улицу имени маршала Жукова. Такое переименование, конечно, очень важно для истории, для поколения подрастающего. Люди должны знать историю, своих героев. Примечательно, что улица, названная в честь советского маршала, не имеет каких-либо визуальных отличий ни памятника, ни памятной доски. Жукову здесь, к сожалению, нет. Ну а мы, пользуясь случаем, решили узнать у абаканцев, нужна ли городу улица с таким названием. Ведь со дня победы во Второй мировой прошло уже 70 лет. Может быть, люди стали забывать героев? Я считаю, нужно. Потому что это очень такие легендарные личности, делающие историю в свое время. Большой вклад внешне в победу. Поэтому надо, надо. Такой маршал был бы, что обязательно, я думаю. Имя Жукова должно жить во все времена. Это наша история. Стоит полагать, не зря все же именем Жукова названы сотни улиц нашей страны. Такой же выдающийся полководец, как Суворов или Кутузов, такой же популярный, как Некрасов или Пушкин. Ну а мне остается добавить, что это лишь первая серия проекта «Улицы героев». И нам, несомненно, есть еще о ком рассказать. Улиц, носящих имена героев Второй мировой в Хакасии, достаточно. Одно из фермерских хозяйств Таштыбского района не знает покоя из-за волков. Хищники нападают на табуны и уже есть первые жертвы. Сейчас подойдем к осечку к небольшому, молодому, который первый раз жеребится. Вот их как раз и порвали. Один жеребенок убит, еще пятеро ранены. Таковы последние потери фермера Владимира Кухлевского. В его табуне более ста лошадей мясной породы, которые еще с прошлого года стали желанной добычей для хищников. Житья от них не стало в прошлом году. Тогда волки порезали шесть голов. На этот раз после нападения серого неприятеля фермер обратился за помощью к охотинспекторам, которым удалось отстрелить одного волка. Однако Владимир Кухлевский уверен, вблизи его фермы обитает целая волчья семья. Для охраны табуна он готов сутками дежурить с ружьем, но как раз с этим большая проблема. Лицензия на отстрел волка имеет ограниченный срок, да с ее оформлением немало хлопот. Между тем санитары леса серьезно вредят хозяйству Владимира Кухлевского. По мнению фермера решать вопрос нужно кардинально. Это косил сено, убирал сено. Мне не до этого было ночью сидеть, а и так сзади нет. Нужно годовую лицензию выдавать. Мы же здесь находимся на этом. У меня иногда был такой случай нынче, что конюха увидели, что волк вышел на это. Они с палками побежали, отгоняли. Никакой реакции. Он отбежит от них встанет. Ну, ни оружия, ничего нет. Это надо хотя бы годовую лицензию. Ясно, что егеря все время здесь дежурить находиться не могут. Раньше, в советское время, даже всем скотникам выдавали оружие. Они всегда были с оружием. Я не говорю, что моим конюхам оружие хотя бы мне было. Отстрел хищников можно вести только при наличии лицензии или при реальной угрозе жизни и здоровью. Вот какие пояснения дали в Госкомитете по охране животного мира. Применение оружия возможно только в том случае, если действительно есть реальная угроза жизни. И животное подошло именно к населенному пункту, там, где проживают люди. Либо его поведение нестандартное, это возможно заболевание бешенством данного животного, либо оно агрессивно себя ведет. То есть, в том случае возможно применение именно оружия, то есть, без разрешительных документов. В Минусинске началась реконструкция дома Вильнера. Краевой бюджет готов потратить на спасение знаменитого Малого Сибирского Зимнего Дворца 700 миллионов рублей. Вернуть купеческому особняку его исторический вид планируется за два года, а затем там разместят Колледж Института Искусств. Зданию больше ста лет, и его тайно узнавала Елена Крылова. Мастер строительной бригады в роли музейного гида. Такое задание минусинские строители получили впервые. Они реставрируют знаменитый Сибирский Зимний Дворец, дом Вильнера. В этом здании историческая ценность каждый кирпич. Рельсы это вот Демидовых еще заложено 1904 год. Вот сталь. Видите 1904 год это Демидова МТ. Дом Вильнера стоит на улице Октябрьской. Это сейчас здесь тихо. А до революции именно эта площадь, она называлась субботняя базарная была центром Минусинска и всего уезда. В 909-м Герш Вильнер самый уважаемый купец начинает строить особняк на улице тогда новоприсутственной. Первое достоинство Минусинска это их драматический театр, который известен на всю Россию. И конечно дом Вильнера. В интернет залазишь и дом Вильнера всем известен. Так что конечно благодаря этому дому Вильнера Минусинск может получить толчок. Дом не был построен весь сразу. Сначала Вильнер возвел двухэтажный магазин, а затем продлил здание и надстроил третий этаж. Даже цвет кирпича немного отличается. Интересно, что проектировал здание известный архитектор-самоучка Персиков. Помогал и строитель Хадеат Исламов. По завершении Герш Вильнер одарил его, как значится в архивных документах, богатой мебелью. По законам классицизма дом Вильнера должен быть симметричным. Так и кажется при первом взгляде, но если смотреть внимательнее, видны отличия между новой и старой частью здания. А именно, в старой части здания въезд был выполнен практически сразу с торца, но когда Вильнер начал достраивать дом, с другой стороны ему это было не совсем удобно, поэтому он передвинул въезд ближе к центру на несколько метров. Это изменение повлекло за собой второе. В старой части въезд был оформлен такими декоративными колоннами. Их архитекторы называют пилястры. В другой части здания Вильнер сделал точно так же, но по закону архитектуры эти пилястры должны венчаться другим украшением, а именно аттиками. Если бы Вильнер сделал аттики там, где они должны быть, асимметрия бы была очень заметна, поэтому строители просто передвинули западный аттик немного ближе к центру. И третье отличие в западной новой части здания проемы между окнами немного меньше, чем в восточной старой, поэтому длина западного фланга получилась короче, примерно на 1 метр 30 сантиметров. По одной из версий историков, расстроиться Вильнеру не дал вредный или очень осторожный сосед. Его деревянный дом и даже имя не сохранились. Расстояние от стены дома Вильнера, от строящейся части, до следующего дома было очень маленькое расстояние. Строительство шло, используя люльки, то есть подвесные такие носилы. В Иркутском архиве документ сохранился, где Минусинец, вот именно этот житель пишет жалобу о том, что строящееся здание, оно не выдержано, значит, потому, что малый проход, что леса не установили, это составляет опасность. Война шла за каждый сантиметр земли, Вильнер даже изменил конфигурацию здания, пытаясь сделать западный фланг длиннее, он получился под дугой. И стену торца немного повернул ближе к соседу. По сути, выиграл-то немного, но, скорее всего, это было дело принципа. А Вильнер, потомок ссыльных евреев, умел добиваться своего. Он же строил не для себя любимого апартамента. Это все зачитывалось. И тогда человек уже мог располагать купец третьей гильдии, потом мог стать купцом второй гильдии, первой гильдии и так далее. В особняке купец открыл один из первых кинотеатров «Арс-кафе де ля Пари» «Сибирский торговый банк». На втором этаже, на третьем мужское реальное училище. В подвалах, вероятно, были склады. Подозрение, что это погреб, может, здесь какие-то ходы закопаны. Здесь было сделано аркой, две арки и сверху сделано плетником. Плетник был очень сложен под конус. Ну, то есть, очень интересно, загадочный. После революции здание не пустовало 80 лет. В разное время здесь были тюрьма, партийные организации, магазины, аптеки. Особо дворец не берегли. Чего стоит хотя бы, что додумались побелить здание? Есть там большие стены, но убираем, как бы, демонтируем и будет все совсем как было изначально здание. Потомков у купца Вильнера много, они объявляются регулярно, но претензий не предъявляют. Они уверены, как и задумывал купец, дворец должен служить народу. Историки предполагают, сам Вильнер жил неподалеку от Собняка в этом деревянном доме по улице Петра Великого, сегодня штабной. После революции и работал экспертом по пушнине. Герш Вильнер погиб во время блокады. За сотню лет дом Вильнера не мог не обрасти легендами. Кто-то верит, что в этих залах до сих пор бродит призрак старого владельца. А в подвале есть тайный выход в тоннель, который ведет на пристани. Он такой огромный, что по нему могли ходить обозы. Да что там тоннель, говорят, золото спрятал богатый сибирский купец в этих стенах. Правда, кто не искал клад, успеха не было. Дом Вильнера строго хранит свои тайны. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия, События недели. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроения на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова